здравствуйте уважаемые трейдеры инвесторы с вами на связи виталий кухта сегодня на 7 ноября обсудим то что у нас было также потенциальные моменты которые есть на рынке интересные и так давайте двух словах обсудим победу трампа принципе я на него ставил уже во второй раз прошлый раз в двадцатом году но тогда я думаю что была фальсификация выборов и у него победу забрали на текущий момент я тоже ставил на него но был достаточно уверен что скорее всего снова будет подмена скажем вот и фальсификация и снова победят демократы но этого не произошло это удивило в принципе не только меня удивило и и многих хотя я бы не сказал что на рынке прям какие-то сильные движения вот я помню когда победил трамп в шестнадцатом году вот тогда было это было как бы шок на рынке и такие разбросы было по по металлам по форекс по фондовому рынку поение помню ну очень сильный движение сейчас рынок небольшие реакции показывают даже не то что там в течение там несколько минут на такое медленное движение куда-то дойдет поэтому посмотрим что будет что трамп сделает конечно как как всегда как всегда много обещают а могут ничего не делать да то есть это такое поэтому мало чего то мы обещали но посмотрим возможно что то что то улучшится в мировом формате по поводу военных конфликтов в разных точках мира текущих потенциальных возможно что то сделается если сделают хорошо не сделать ну как как уже будет дальше что у нас по рынку по рынку в принципе рынок пошел против меня по некоторым инструментам краткосрочно они отрабатывались я очень активно покупал на на прошлой неделе и на текущей неделе с понедельника евро и фунт они в принципе неплохо росли до до оглашения результатов выборов в евро и фунт очень красиво там по 100 по 150 пунктов краткосрочно можно было зарабатывать у меня некоторые на подписчики которые скажем боялись результата выборов в некоторые фиксировались ну в принципе кто зафиксировался тот в принципе в плюсе закрыл сделку кто не зафиксировался я допустим лично сидел в евро и фунте была надежда на то что он пока покажет сильное движение наверх но этого не произошло так как приход трампа в принципе всех удивил возможная потенциальная торговая война сша и с скажем ослабила евро и фунт достаточно хорошо но в принципе у нас сегодня на повестке дня ставка цб англии и ставка фрс пресс-конференция фрс вечером вот там будет важно что они скажут и мне даже не тот момент что они там прям скажут что рынок нарисует и как какая реакция его будет если мы сегодня хорошенько откупим фунт и евро то в принципе те движения которые были вчера после оглашения результата выборов они скорее всего будут иметь и имеют характер выноса и дальше евро и фунт будут расти краткосрочно среднесрочно то есть время покажет это что касается евро и фунта что касается допустим товарно-сырьевого рынка нефть и газу там я пока еще бык нефть пока еще на месте газ в принципе тоже я по этим инструментам пока вот конкретно по газу вижу достаточно сильное движение наверх по нефти в принципе тоже не исключаю движение наверх я вообще если по нефти говорить то среднесрочная нефть вижу достаточно сильно вниз но перед тем падением я все-таки пока рынок мне показать что здесь пока будет спекулятивный какой-то рост и такие моменты еще вот даже на прошлой неделе на этой неделе когда вот евро фунтом нефть в каких-то моментах где их покупал они не показывали точки ухода на шорт поэтому я из этих позиций и не выходил на поэтому рынок не всегда показывает он может какой-то момент сильно поджиматься вверх а потом на каких-то новостях сильных ломается это все поэтому эти моменты нельзя спрогнозировать можно просто если есть какие-то впереди новости сильные можно вариант а выйти на вариант б остаться и уже посмотреть по факту потому что не всегда рынок показывает точки входа на разворот дальше что касается если мы берем разрезе металлы в принципе по металлам я думаю что я в принципе говорил что если трамп победит и сравнивать 16 году тогда металла просели вот особенно золото там под 10 процентов где-то 8 плюс плюс минус 8 процентов просела аналогичная реакция на текущий момент я думаю что это все коррекция и дальше у нас будет сильный рост на то есть пока устаканится все когда нарисуется да и будут снова его покупать на ну фондовый рынок пробил свои максимумы и дальше дорога вверх ну давайте конкретно графиком перейдем smp 500 я его шортил на прошлой неделе в районе 5 870 но эти вот здесь здесь и шортил в принципе было неплохое падение как видим краткосрочно можно было хорошо заработать но я не фиксировался я перевел без убыток с какой-то расчетом что мы пойдем на сильное снижение но это ошибочно было ошибочный анализ среднесрочной и мы дальше пошли наверх без убыток дальше принципе рассматриваю движение наверх но пока точек хода я не вижу никаких на то есть движение мы сейчас нарисовали импульс нужно какое-то ну хотя бы вот то есть у нас есть импульс какое-то накопление принципе то же самое nasdaq но сейчас подошел к историческим максимум который у нас были летом текущего года это в районе 21000 пунктов я думаю что мы этот момент будем пробивать с коррекции если мы нарисуем я этот момент буду покупать я еще позавчера с ребятами рассматривал вот такой сценарий по nasdaq что у нас может быть сильное движение наверх в принципе я данный сценарий кидал про канал кто-то мог воспользоваться кто-то нет но такой сценарий я рассматривал поэтому смп переводил без убыток и здесь с коррекцией если дадут я буду дальше покупать и у нас может получиться хорошее движение где-то в район 22000 пунктов я думаю а может и больше вот у нас если мы берем 18 на 20000 вот этот импульс коррекция и очень сильное движение дальше рынок металлов как я уже сказал в данное движение я рассматриваю как коррекцию когда будет показано окончание данной коррекции я буду дальше металлы покупать с целью 3000 пунктов и выше пока точек хода нету то же самое касается серебра нарисовала сильная коррекция буду ждать окончания и и если нарисуется то буду покупать если не нарисуется покупать не буду потому что все возможно дальше что касается нефти хотя я не исключаю вариант что вот я как рассматриваю что с текущих плюс-минус мы еще будем тестировать 8081 и дальше только тогда падать но я не исключаю этот вариант что возможно этого не произойдет и вот этот потолок по нефти 76 это был уже потолок и мы отсюда будем сильно падать в принципе такой сценарий есть я пока в покупках посмотрим чем это закончится и как закроется текущая неделя по по нефти дальше натуральный газ вот здесь но это склейка фьючерс она немножко некорректная но в принципе вот это все движение которое у нас сейчас происходит вот я у нас пошли такие волны вверх-вниз вверх-вниз у нас как видите минимум все выше вот один минимум был второй минимум третий минимум это по примеру что то как вот здесь было год назад и я думаю что мы будем тестировать вот эти максимумы которые у нас были в прошлом году прошлого ноября это в районе 370 и 4 доллара мы покажем ну до нового года я не знаю но среднесрочным и туда должны уйти что касается коротко индекс доллара евро фунт нам сегодня важно после вот этих новостей чтобы у нас пошло такое но я бы не сказал прям полностью поглощение или хорошенько так чтобы частично было поглощение вчерашнего движения до в обратную сторону и в таком случае можно будет говорить дальше об ослаблении доллара в принципе можно говорить о том что на трамп обещает там скажем пошлины для китая и так далее и скажем это в долгосрочной перспективе будет укреплять доллар но это скажем долгосрочная перспектива у нас еще в принципе при властье демократы и здесь много чего могут еще до нового года наделать посмотрим поэтому у нас если смотреть фунт или евро у нас фунт желательно чтобы сегодня вы купили у нас вот и еще сохраняется вот этот тренд желательно чтобы сегодня так хорошенько в район 1 30 если получится или хотя бы 29 60 70 закрыли день если мы все-таки сегодня продавим и закроемся ниже 1 29 ну здесь скорее всего дальше будет такое хорошее падение в район там 26 1 26 по фунту и то же самое по евро дальше вот сегодня желательно закрыть такую бычую хорошую дневку иначе у нас есть сценарий дальнейшего падения в район 106 смотрите вот я прошлую неделю покупал евро смотрите как красиво росло и здесь не показывала никаких точек хода на разворот поэтому я сидел позиции вышел по безубытку данному по данному инструменту но спекулятивного хорошенько можно было заработать вот вот примеру по фунту смотрите был один такой пример я не знаю сейчас ли с работы это бывает так сложно разворачивать тренды по евро было вот здесь вот вот эта ситуация это март прошлого года смотрите тоже такое коррекционный тренд как сейчас у нас по фунту вверх-вниз-вверх-вниз вот такое последнее 15 марта такой сильный слив вниз чуть-чуть выкупают и потихонечку видите бычьи девочки закрывается закрывается и это сигнализирует что вот этот импульс он поглощается частично и потом уже точки входа неплохо неплохие здесь по евро я помню туда но здесь морочили очень сильно голову но дальше было вот на этих всех коррекциях очень хорошенько можно было заработать на то есть такой сценарий они рассматривают сегодня определиться будет данный сценарий или нет по другим инструментам аналогично что касается криптовалют у нас в принципе по биткоину я говорил раньше что спекулятивные моменты могут быть я там рассматривал биткоин эфир бенби другие инструменты вот локальная биткоин вот здесь падал смотрите дальше можно было выходить лично биткоин не торговал вот я торговал там эфир вот здесь я его шортил в районе 2600 с копейками мы неплохо падали в район 2400 но я вчера уже переключился с шартов на покупке потому что вот хороший импульс нарисовали я думаю что у нас по эфиру есть шанс дальше очень сильно россии конечно если это не ложный какой-то вынос уровня 2800 на по другим инструментам аналогично но я пока только эфир торгую потому что у него есть хороший потенциал в районе 4000 долларов за один эфир по акциям акции американские я пока не вхожу они в принципе там часто с гепами сейчас открывается пока только фьючерсы на снг на нас так присматриваются к дальнейшим торговым торгам по ним пока все вот такая ситуация пока сложная краткосрочно какие-то моменты у меня неплохо отработали среднесрочно пока не определено что куда будет деться возможно по некоторым инструментам я ошибаюсь по евро по фунту или по нефти но посмотрим время покажет я принял какую-то сторону будет меняться ситуация будем менять свой прогноз всем удачи будут какие-то вопросы пишите в комментариях свое мнение также высказывайте по инструментам всем удачных торговли до следующего обзора пока